всем привет друзья продолжаем гулять по южному берегу крыма в районе айпетри и сегодня мы в мисхоре мисхор это оттуда откуда выезжает канатная дорога на айпетри мы продолжаем что также продолжаем гулять с каналом евгений щепинский вот он сам ой чуть меня не переехали в общем пойдем пройдемся по мисхору покажем вам чего кого ну пока мы уехали черный куда наверх потому что запарковаться ну как вы понимаете просто негде потому что все запарковано там где пустые места это или въезды либо выезды если вы собираетесь в мисхор будьте готовы к тому что придется парковаться вам довольно высоко и к морю и к парку спускаться довольно долго вам придется в общем ну не знаю пока ничего не могу сказать сейчас пойдем посмотрим я конечно же вам все покажу так что смотрите дальше я думаю будет интересно добрались до мисхорского парка парк который через который пройдя выходишь на пляж русалка там не русалочка садит так что мы сейчас чешем через парк заодно покажем вам красоты парка в самом поселке особо там ну что там показывать дорога до дома с двух сторон а через парк пройти конечно же прекрасно великолепно я бы даже сказал так что двигаемся дойдем до моря поснимаем море ну в общем посмотрим чего и как здесь как здесь и 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 Субтитры делал DimaTorzok Спа-центр и ресторан Глория И все это Глория Ну да, я же тоже снимаю Ну что, друзья, гуляем по парку Кавказская кухня, 30 метров указателя Не знаю что, не пойду смотреть Детская площадка Ну вообще сам парк такой Чистенько, скамеечки, урны Все есть, прям все круто Здорово Сейчас дойдем Ух ты, ну вот это прям номер Прям по парку, круто Не ожидал такого увидеть Но видимо им можно Ну парк такой хороший Тропинки, эти дорожки Все вроде хорошо Все тут что-то остановились Че, стоим, че, кого ждем Думаем куда идти? Думаем куда идти? Вниз к морю Дорожки, видите, есть как асфальтированные, так и Такие посыпушные В общем, просыпный дуб вот растет Прям такой Для Крыма огромный О, видите, Евгений Щепинский Ссылка на его канал будет в описании, друзья Крымчане Идем по Мешкорскому парку И у людей, которые отдыхающие, приезжие Это точно Смешно Мы спрашиваем, как нам пройти к морю Это правда? Да, друзья, местные приехали И спрашиваем, как дойти до моря Море вижу Какое-то строение вижу Парк, ребята Это, я бы сказал, такой не просто Не парк, парк А такой лесопарк Здесь ничего особенного нет Просто тропинки, аллейки и такое Как бы Поющие фонтаны где-то должны быть Ну, где-то должны быть Они, видимо, где-то есть Но мы пока их не видим Конечно же, если мы их увидим Мы обязательно вам покажем Они как суслик Он есть, но мы его не видим Вот именно так Друзья, сейчас спустимся к морю Посмотрим, что там Ну, я думаю, там все будет очень неплохо Пойдем к русалку посмотрим Опять же Русалка, это же прям Прямо символ Я бы так сказал Веревочный город Этот аттракцион Ну, для детишек Может, даже для взрослых Нет, вроде Невысокий, наверное, для детей Причалы С тельферами Поднимают, спускают лодки Здесь, очевидно Ну, такой особенный Парк хороший, я же говорю Но он такой, больше лесопарк Без особых развлечений Что у нас здесь Здесь у нас пляжи внизу Пляжи с лежаками Там со всеми этими понтами Прям холодненькая В общем, вот такой фонтан, ребят Ну, кому умыться Я не знаю, пить можно эту воду или нет Но умыться, там Ноги помыть с пляжа Без проблем Прям в фонтане Ну, да, кто переберет Можно прям туда посадить Можно, чтобы холодненькая вода На голову стекла В парке импровизированный рынок Персики 150 Виноград 300 270 Слива 180 Еще одна слива 130 120 180 Это у нас, как он называется, забыл О, уже Нектарин, да 200 рублей Груши 250 Яблоки 150 Помидоры 140 Ну, я не знаю, кто их тут покупает За такие деньги Огурцы 50 Лук ялтинский 50 Помидоры 140 И 120 Это какая-то космическая цена Прям Абрикосы Явно одни крымские Одни нет Персики 150 200 И 100 Вот такие мелкие Прямо какие-то отвратительные Абрикосы Не крымские Определенно Это 200 рублей Крымские 200 рублей Персики плоские Ну, в общем, такое Инжир А почему инжир? По 250 250 Все, спасибо Черешня 350 И 300 Хорошо Арбузы дыни Арбузы, не знаю, здесь почем А арбузы вообще В Симферополе Продают по Почем? По 20 А, 35 По 35, да Арбузы по 35 В Симферополе По трассам Если ездить по Крыму 20-25 Ну, где Бахчане далеко, походу Опять фонтан Проходим Проходим Пойдем сейчас на пряж Где-то зайдем Ну, в общем, вот Видите, люди сидят Отдыхают Такой себе хороший парк Лесопарк Но без развлечений Кроме веревочного города Я ничего и не видел Дом творчества Актер Не знаю Что Кафе-бар Пиво-квас Ну, видите На пляже На пляже актер Кафе-бар есть Кукурузка 30 рублей 30 рублей Это хорошо Ну, хочешь кукурузки Купи себе кукурузки В чем проблемка А в этом Во фронзе 70 А во фронзе 70 Вот и сравните Во фронзе 70 Там такая же была Такая же? Да А здесь по 30 Как ни крути Больше чем в два раза дешевле Так Ну, что тут еще? Что тут еще? Строение Это все пансионаты Санатории, друзья Так Мы Сейчас дойдем до Развилки Там посмотрим И включимся Вот, друзья Один из входов На пляж Русалку Но он забит Заставлен Не знаю С чем это связано Сосна Алепская Из Алеппо То бишь Сирия Здесь пошли вам Цветочки Ну, в общем Красивенько тоже Все Мы попытаемся Пройти на пляж Но пока все Везде закрыто Либо по санаторным Книжкам Либо по Этим Вот По парку С парка На пляж Пока попасть Довольно сложно Я так понял Видите Везде Все так Огорожено Ну, не знаю Посмотрим Сейчас дойдем До куда-нибудь И посмотрим Где есть проход Именно на пляж Ну, чтобы попасть На пляж Вот здесь Довольно Миленько Видите Цветы Они как-то Называются Типа Гладиолусы Или что-то Такое Поливочка Идет Узнаете Поливается Все Люди Селфятся В общем Все круто Парк Прикольный Развлечение В парке Тир Машинки Детям На прокат Фонтан Прикольный Но Сухой Он был Прикольный Пока не высох Теперь он Выглядит Вот так Но сделан Красивенько Весь дырявенький Все Как бы круто Прыгалки Для детей Такое Пошли узнать Дорогу Как попасть На пляж Ну и как попасть Чуть-чуть Еще 700-800 Тысяч Метров Минут пять Минут пять Слушай Ребят Если вы хотите Из парка В общем Попасть на пляж Я вам не советую Вообще В парк В этот заходить Ну если вам Конкретно На пляж Погулять по парку Да прикольно Но гулять по нему Если вы в нем Раз уже были Ходить через него Пляж Мисс Хор 200 метров Вот туда написано На асфальте Краской Кто-то Ну Нарисовал Такое себе Оу Фонтанчик рабочий Пойдемте посмотрим Здесь фонтанчик работает Очень хорошо Три дельфина Один хорошо писает Второй похуже И третий совсем захлебывается Такая кафешечка возле фонтана Тоже классно Видите в парке Все пострижено Розочки Везде полив идет Ну прям класс Деревья Чисто крымский пейзаж Деревья приплюснутые Везде вот такие Есть закутки Где можно что-то купить Ну для моря Что-то такое Да еще 10 минут В общем отсюда Надо идти куда-то Парк большой На самом деле Вон там в гектарах Сколько это занимает 25 гектаров Да? 25 гектар Занимает парк Ну прикольно Да Но что-то Я просто представляю Что нам обратно Эти до машины Еще Столько же Еще и в основном В горку Это просто печаль Беда У него интересно Есть выходы Какие-нибудь еще Чтобы здесь подняться Да Понятно В общем друзья Вот так вот Смотрите Пальма Тут он Как в ботаническом саду В Никинском Такие пальмы Прям огонь Пальма Такая аллея Майами На машине Если здесь проехать И с ними камеру вверх держать Получится Как будто вы в Майами Ну в общем Место для отдыха На самом деле Очень круто И как всегда В парке у нас Что-то строится Я уже даже Перестал удивляться Всему этому Ну а вообще Конечно Круто-круто Везде Табличечки стоят Трава вон какая-то Хитрая растет Платан Большой платан Даже подписан Платан восточный А это ясень Остроплодный Смотрите Как здесь Одна травка растет А здесь Такая здоровая Какая-то Махнатая трава Тоже высажена Видимо А здесь Вообще Желтая Тоже в обычной траве Выбрана И высажена Такое пятно Какой-то Желтой тоже Травки Ну В общем Походить Погулять Здесь конечно Круто Посмотреть На все Это Чтобы быть Хотя бы В курсе Всех этих Событий Что здесь Происходит Ладно Доберемся Куда-нибудь И включимся Называется Долго Ли Коротко Ли Шли 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 И дошли Вот Дальше Продолжается Парк Мы прошли Чтобы вы понимали Еще такую Длинную Аллею Здесь Куча Всего Продается Выставлены Картины Разных Художников И Вот Что-то Похожее На проход К пляжу Наверное Здесь Не знаю Сейчас посмотрим Коктейли Молочные В общем Ну Такое Веранда Это Видимо Название Этого Вот Ну Какого-то Кафе Сливы Тут Полно Еще Кафешка И Вход На Сам Пляж Санатория Мисхор Санкт-Петербург 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 это сразу пляж так что здесь ну как бы я считаю норму вот смотрите рыбная спа есть можно до пилинг с рыбками 300 рублей 10 минут друзья рыбки прям настоящие обглодают вам все лишнее все что есть все съедят спасибо ну вот как то вот так друзья вот тут прям импровизированный рынок прям на набережной рынок и опять же кафешки кафешки хорошо в общем куть куча всего и сувениров и он даже детские эти вытаскивалки есть поэтому вот и магазин холодные напитки ну все все есть здесь сейчас мы немножко здесь расчеклимся и включимся и как всегда у нас есть недодел и передел вот смотрите отличная штука с бассейном детская штуковина ну прям классная да но что с этой стороны закрыта что с той стороны где мы только что были ворота закрыты на замки засовы отличная же весь разгар сезона почему она не работает я не знаю раздевалочка стоит в общем ну все детишек сюда с удовольствием родители приводили все вроде хорошо но вот находятся вот такие моменты что были ну ну как так ладно пойдем дальше ну что друзья обошли мы все заборы и дошли до этого пляжа где напрямую можно русалку эту хотя почему русалка не знаю она вроде с двумя ногами и с ребенком ну пусть будет русалка в общем здесь ее можно и поснимать купаться сегодня мы уже в мисхоре не будем не пойдем да и желание одни особого нет и настроения нет потому как долго мы сегодня и добирались искали где припарковаться в общем все довольно сложно ну сам мисхор увидели вы дорога в 3 в 3 ряда запаркованная вся хрен где парканешься парк классный длинный но через него через весь грубо говоря может быть есть еще одни входы я просто не в курсе вы там где мы зашли нам пришлось пройти через весь этот парк спуститься вниз пройти через весь парк и добираться вот до этого пляжа чтобы вам показать в русалку так что ну как то так не знаю мы еще конечно не прощаемся еще включимся но здесь пока все здесь идет вот это центральная набережная как я уже говорил которая не принадлежит никакому пансионату и никакому этому вот такая вот набережная там дальше в мангал кафе вижу раздевалки очереди вот эти стоят это в раздевалке здесь кафешки перекусить все что угодно в принципе есть дальше фонтан детский эта рыбалочка ну такое вообще ну как бы отдыхать здесь конечно прикольно если отдыхать внизу в каком-нибудь пансионате не наверху если отдыхать наверху ну сами понимаете вы заморитесь просто ходить вверх-вниз на море из моря а так вообще ну не знаю прикольного на креветки тоже продаются здесь кафе-бар русалка и разрушенный пирс даже не знаю показывать вам его или нет но он реально выглядит сейчас я вам покажу ладно чтобы вам было понятно выглядит он примерно вот так обвалился он довольно давно было и в новостях все это было но ничего не делают люди естественно пролазят сами на свой страх и риск потому что везде все закрыто написано опасно никуда не заходить не проходить ничего вообще он в ужасном состоянии но вот эти я говорю рискуют рисковый ребят сам пляж такой же белая галечка среднего размера средней фракции скажем так в общем все довольно прикольно тир есть кафе русалка есть а вот да есть фото есть фотография как выглядела это кафе 70-е там или в 60-е годы прикольно такое же полу грубая но да в общем все здорово все здорово скамейки повернуты к морю очень удобно сидеть смотреть на море друзья ну набережная коротенького как я вот показал вот она вот здесь где зеленые ворота уже и заканчивается дело в том что здесь просто нереально 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 чистая вода друзья просто знаете такое впечатление что вода просто из крана налита она просто нереально чисто я честно говоря давно такой воды не видел она ну видимо я давно и в мисходе не был и очень давно не видел прям настолько чистой воды она чище чем в алуште чище чем в ялте чище чем в гурзуфе она ну вот просто правда друзья она нереально и все дело в том что здесь просто каменистое одно здесь и нечем замутнить замутить я не знаю как сказать здесь нет ни песка не глины ничего и она обалденная просто ну я не знаю я не могу передать если вот на камере видно то вы сами видите а так получается по гурзуфа у нас совсем небольшой такой ну скажем вложек по парку прослись в самом поселке наверху показывать нечего хотя там есть конечно канатной дороге но это чуть дальше и сама там пенная вечеринка ведет детвора бесится в пене саму набережную показали кусочек парка может быть не вечно показали и на самом деле здесь конечно обалденно очень удивили приятно удивили цены в столовых и в магазинах здесь совсем недорого здесь грубо говоря все что можно купить поштучно всего рублей на 10 дороже чем симферополе и это очень неплохо ну я так считаю как вы думаете не знаю пишите если кто-то отдыхал или собирается пишите что вы об этом думаете а на этом будем заканчивать еще раз повторюсь самом поселке показывать ничего нечего набережную мы вам показали кусочек парка показали в парке куча всего парк превращается потихоньку потихоньку превращается торговые ряды но как-то так все довольно аккуратно вписано что она вроде как бы и не мешает зачем не смею задерживать друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки подписывайтесь на мой инстаграм и увидимся в новом ролике пока